В день победы, в этот день победы, победим режим фашистский, победим тоталитарный и единый русский мир. В день победы, в день победы, выпьем лучшего французского вина за скорейшую победу. В памяти над символикой, присутствие над иллюзией, над небольшой, но злыбучей стаей несчастных черно-оранжевых конформистов, безликих и безлюдных и печальных. В печалях — это бесчувствие, и в безлюдностях — это тягучая немота мышления, и грусть, и злость в этот день победы. Вспомним, как тучи централизованных систем подавления, ракетных установок ксенофобии и превосходства летали, но не улетели. А почему они не улетели? Куда они не улетели? Куда они прилетели? Ну зачем, зачем, зачем они опять прилетели? Как все всё проебали? Может быть дело в НАТО? «Ну да, конечно, дело в НАТО!» В «День победы», в «День победы» помолчим. Сутки и еще и еще сутки в память об убитых украинских военных, об изнасилованных и убитых украинских женщинах, детях и мужчинах, об изнасилованных убитых и изнасилованных украинских детях, мужчинах и женщинах, и о животных, деревьях, домах, воздухе, водоемах, пище, почве, предметной действительности, мирной красоте ландшафтов. Потом один звук, прорезающийся из ничего, как следующее звено реальности, ожидаемой реальности. Окончательное искажение памяти о происходящем или, например, одержать победу над действительностью. Сияющее звено формы, нет ничего, что могло бы произойти. Листьевые деревья и хвоя, покрытые пылью и тенью. Увлажненной тревогой, тем, чего нет в них. Определить безидейность, новый ноль смысла. У наклонной плоскости, случайный слом наклона, надлом сна, отрицание неизвестности, смещение, смещение, смещение. Зиг Хайль, дядя Вове. Здравствуй, единый господин. Мы с тобой одной крови, все пишем какую-то хуйню. Сгоришь ты скоро, дядя Вовы. Пиздец тебе, покойся с миром заранее, дорогой. Мы тебя любили и будем любить. Исчезни нахуй, желательно прямо сейчас. Оставь в покое граждан безвинных. И пока А, Д, ест червей, которые питаются тобой. Ну а что еще делать? Что еще делать, если православный мир? Если кремация не одобряется? Если человек такой хороший, такой телесный? Почти отче наш, но нет-нет-нет, протяжно. Отче наш совсем другое лицо. Но против и против. Воскреснуть не удастся. Уже не удалось. Манифест последней партии провалился в инферно. И у нас остается насущный вопросец, когда будем праздновать русскую весну. Хотим-хотим, дядя Вова. Христос и Ярила, кружащиеся в экстазе, отраженном в танце Вовы и Кирилла. Давайте теперь об успехах и неудачах нашей партии. Нашего общего дела. Нам кажется, несколько сотен человек в сутки плохой результат. Предшественники умели лучше, больше, с налаженной инфраструктурой уничтожения, а не вот это вот всё. Какое-то распиздяйство, где дисциплина и истребление неугодных, где грамотный строй, максимальная жестокость. Дядя Вова. Помнишь, у замечательного художника действия и изображения в фильме? Есть сцена, где мужик ебёт в рот младенца насмерть. Почему у нас не совсем так, дядя Вова? Где справедливость? Где доказательства качественного проведения военной операции? Мы хотим справедливости. Сгоришь ты скоро, дядя Вова. Ничего у тебя не получится. Раутоня-Таразия в Европолоте. Дядя Вова. Нужно лучше культивировать традиционные ценности. Убрать с центральных каналов похмельных долбоёбов, чтобы люди, народ великой страны, слушали настоящую пропаганду, а не вот это. Не вот это вот всё. Дядя Вова. Не спасут тебя пташки весенние. Не спасут тебя логические инверсии. Даже постконцептуальное русское искусство, которое подготовило для тебя пиздатую почву в форме вегетимизированной постправды и мезинтерплетированной спекулятивности, не спасёт тебя. Дядя Вова. Сгоришь ты скоро. Когда уже? Когда? Ну что? Что творится на центральных телеканалах? Ещё раз. Хочется обратить на это внимание. Какая-то хуёвая пропаганда. По телеку говорят, что русские солдаты не убивают мирных граждан Украины. А надо бы, сам знаешь, решить вопрос. Иначе в чём сила? В чём сила, дядя Вова? По небу плывут облака, а мы ещё живы. Дядя Вова. Где ядерная весна? Где ядерная весна? Мы хотим смерти. Мы хотим смерти всех-всех-всех. Мы хотим смерти. Мы желаем скорейшей смерти всем-всем-всем. Да здравствует смерть-смерть-смерть. Насилие-насилие-насилие-насилие-насилие. И цитаты-цитаты-цитаты-цитаты-цитаты. Да здравствует память, насилие, любовь, война, гуманизм и задники апокалипсиса. Дядя Вова. Народ мира просит тебя о ядерной войне. Об истреблении врага. Начни с себя. Дядя Вова. Каждому из нас нужна вооруженная поддержка. Каждому из нас вооруженная поддержка в борьбе с реальностью. Со своей стороны мы, художники, литераторы и композиторы Советского Союза, сделаем все возможное, чтобы все происходящее всегда и всеми воспринималось в качестве иллюзий в контейнерах спекулятивистских традиций. Дядя Вова, будь уверен в нашей стойкости, преданности и верности. За дядю Вову мы готовы на любые внутренние ограничения. Свобода запретов прежде всего. Мир будет разрушен. Действительность падет навсегда. Давайте расскажем друг другу, как все пережить. Напишем на карточках, толкнем духоподъемную речь, скажем, как прекрасна наша партия. Поднимем флаг и сделаем репост. Он всем поможет. Давайте слышать, как поет сирень, и запах птицы расползается апрельской. Цвета, цветы и воздух, небо вокруг и другие предметы. Давайте говорить. Наш инструмент говорить. Наша сила экран. Наша логика укоренена так глубоко. Так глубоко. Наше настроение в целом окей. Только грустно, что так много смерти. Но мы привыкнем. Просто травма. Обычное дело. У нас есть инструмент. Универсал плюс. Образованные специалисты. Хорошие методы. И даже осталось немного денег. Давайте-ка разберемся. Посмотрим, как тут все устроено. Спросим у экспертов, диктаторов, должностных лиц, историографов. И проанализировав, расскажем друг другу и всему свету. Поменяем реальность. Устроим революцию. И нарисуем на стене. Так станет слышно. Но не сейчас, конечно. Давайте не придавать значения. Все происходящее происходит только сейчас. Завтра не будет. Все временно. Все всегда. Все так, а не иначе. И все иначе, а не так. В любом случае, давайте жить. Напишем на карточках, как. Толкнем духоподъемную речь. Вступим в партию. И скажем. О, прекрасен наш союз. И сделаем репост. И запах мертвых тел. И слезы разлетятся по всей земле. Усыпанные любовью. Все мертвые воскреснут. Все живые воскреснут. Тоже. И скажем вместе. На прощание. Перед сном. Друг другу. Или всем. Спокойной ночи. Как прекрасен наш союз. Давайте активнее. Быстрее. Быстрее. Вперед. 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 Не молчать. Не говорить. Не думать. Попереживайте. Расслабьтесь. Все не так плохо. Хуже не было никогда. Слушаем внимательно. Учим. Повторяем без ошибок. Кончать с собой мы нет не будем. Нетрадиционными не будем. И баться тоже мы не будем. А будем порождать людей. Чайлдфри мы тоже нет не будем. А лучше нас вообще не будет. И люди. 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 И люди. 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 Наши дети. Пойдут за Русь. За Русь святую. За Русь святую. Воевать. С собою. Нет. Нет. Не покончат. Нетрадиционными не станут. И баться тоже нет. Не станут. а повоюют и устанут, и снова воевать начнут, за Русь святую воевать. А если вдруг война прервётся, и можно будет отдохнуть, мы все заснём, заснём навечно, и на войну потом пойдём. Да, знает, знает каждый, каждый, что нужно гибнуть на войне, что порождение, умирание, естественно, традиционный цикл. А фюреру ведь поклоняться мы можем только в этой, то есть так называемой земной жизни. Кто скажет, что там после смерти? Как будем жить там, если вдруг, если фюрера там нет? Мы знаем, 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 царь-император-государь. Мы будем, 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 мы будем, будем, знаем, знаем, что это нужно, нужно нам. Что это? Спросит нас рассудок. А мы ответим, это, это, точнее, не могу сказать. Поздно критиковать методологию. Пора критиковать методологию. Поздно читать аналитическую литературу. Пора почитать аналитическую литературу. Поздно проталкивать идеологию. Лучше не проталкивать никакую идеологию. Поздно надеяться на авторское обладание. Можно надеяться на минимальное самообладание. Лучше не стоит надеяться на продолжение обладания. Концепция обладания в прошлом. Дети, давайте скажем, хорошей дороге концепции обладания, проводим ее в лучший из. Поздно ли леет надежда на праведность структуры вашей религиозности? Ну как, если очень хочется, то можно, нужно, следует делать именно так. Право на идентичность никто не отменял, право на пропаганду никто не отменял. Поздно, очень поздно, очень поздно и неубедительно. Пора раньше, раньше, раньше и убедительнее, убедительнее. Поздно сочувствовать, сожалеть, испытывать боль и сострадание. Пора пользоваться привычной дистанцией и иронией. Заниматься подсчетами, возвращаться к каталогическим структурам, к стандартам советской речи. Поздно сопротивляться режиму, режим уже обучился самосопротивлению. Поздно тратить последние деньги, пора тратить последние деньги. Поздно любить друг друга, весна не время. Поздно колонизировать деколониальные стратегии. Пора регулинизировать деколониальные стратегии. Лучше поздно, чем никогда. Лучше никогда не время. Лучше не время, чем никогда. Лучше поздно, чем не время. Пора лучше, чем никогда. Пора поздно, чем лучше. Не время, никогда поздно. Чем лучше, никогда не время. Поздно, лучше, никогда. Можем повторить. Пора критиковать методологию. Поздно критиковать методологию. Пора почитать аналитическую литературу. Поздно почитать аналитическую литературу. Лучше не проталкивать никакую идеологию. Поздно проталкивать какую-никакую идеологию. Концепция обладания в прошлом. Дети, давайте скажем концепции обладания. Еди нахуй, проводим ее в лучший мир. Лучше не стоит надеяться на продолжение обладания. Глупо надеяться на авторское обладание. Поздно надеяться на комфортное самообладание. Право на пропаганду никто не отменял. Право на идентичность никто не отменял. Если очень хочется, то поздно. Можно лелеять надежды на праведность структуры вашей религиозности. Поздно. Нужно. Может быть, сработает. Пора. Очень поздно. Очень поздно и неубедительно. Поздно. Раньше, раньше, раньше. И убедительнее, и убедительнее. Пора пользоваться привычной иронией и дистанцией. Работать с каталогическими структурами, заниматься подсчётами, возвращаться к понятным, доступным формам советского неофициального искусства. Поздно. Испытывать боль. Сожалеть. Сочувствовать. Сострадать. Режим обучился самосопротивлению. Лучше, чем хомо постсоветику, обучился самосопротивлению. Поздно. Сопротивляться режиму. Нечего тратить. Ни сл也是 ни потлуча. Весна не время. Поздно любить друг друга. Пора всё реклогизировать. Пока всё не реклогизировало себя само. Поздно. Лучше никогда. Лучше, чем никогда не время. Не время никогда поздно. Пора поздно, чем лучше, пора лучше, чем никогда, лучше поздно, чем не время, лучше не время, чем никогда, лучше никогда не время, лучше поздно, чем никогда, лучше больше никогда. Нет больше слов. Всё. Дальше только тишина. Народ не молвствует. Внутри пиздец. Везде война. Нет больше слов. Есть столько тысячи причин. Пиздеть, пиздеть, пиздеть. Переводить дела былых времен на языки текущих перемен. Отстаивать себя. Индивидуализм нельзя закончить. Что вечно, то бессмертно и властно над ритмом и атоморальными структурами. Везде война. Везде война. Покой и тишина. Нет больше говорить. Есть только что-то обсудить. Есть только форум соорудить. Есть только съездить отдохнуть. Друг друга полюбить. Как следует уже любить. По правилам любить нормально. И жить, любить, пиздеть. И жить, любить, пиздеть. И жить. И аккуратным быть. Но за репрезентацией следить. Чтобы потом, чтобы потом, чтобы потом. Сейчас нельзя. Нет больше слов. Нет больше даже помолчать. Нет больше выйти на пикет. Нет оставаться, уезжать. Нет ничего. Исхода нет. И настроения нет. Чего-то поменять. Есть только тысяча смертей. Есть плакать, плакать, горевать. Пиздеть и рассказать другим. И съездить отдохнуть. Со старой поэтикой прощаться. И новой говорить. Нельзя. Нельзя. И говорить вообще ничего нельзя. А можно только говорить. Нет больше слов. Все. Дальше только тишина. Формы последовательных событий. Липкие формы последовательных событий. Античные процедуры для никого. Молча мы можем сказать всем то, что имелось в виду. Азарт ветра стремительности. Как дождевые активности. Катались по полю вещей. По липкому полю вещей. Но ты. Натяжной, как пространство. Сияющий, как любая текстура. Пронизанный, как инициатива. Может быть последовательность. Может быть просто растительность. Может быть несковорчивая пустота. А может быть отрезвляющее решето. Заминая стуча и предшествия. Всегда одинаковым свойством. Словно бы это было надзором текста. Кем бы ты ни был надзором текста, структурой смысла. Увидимся с другой стороны события. У патриарха языка было альтернативное звено. У куратора неидентичности не нашлось поверхности. У ревнивого исчезновения перемещений надробленный яд вылета. Как ландшафт. Может быть округлая. Может быть просто неподходящая, поэтому соскальзывает. Может быть все, чего нет. Может быть как разговорчив локус взгляда и опускается на дно. Парад запретных идентичностей обоюдосторонне закрыт. Все вместе скажем, нет, не то. А вот это то, вот так хорошо. Можно еще на пару сантиметров левее и чуть выше. Быстрее, выше, левее. Говорите правильно. В наших глубоко человечных сообществах много качественной антиимперской продукции. Смотрите. Вот прикольный мерч. Вот антология антивоенного искусства. Вот сборник охуительных интервью с лучшими, страдающими людьми великой полинациональной державы. Некоторые из них уехали не в силах оставаться. Некоторые из них остались не в силах уехать. Говорите правильно. Не колониальный захват дискурсивных пространств. А нашу великую, державную, антиимпериалистическую речь никому не остановить. Не хуй войне. А давайте послушаем, что скажут царицы и цари повесток и территорий насчет геноцида, пыток и других обыкновенных чудес нашей немного странной новой жизни. Рост дна не просто остановить присутствием поверхности. И вода, внутри себя смещаясь, остается телом. Тоска по жидкости – это не ностальгия. Скорее форма предчувствия. Говорите правильно. Не мы против войны, а только наша война праведная. Нашу войну не победить никакой другой войной. Да, наши формы оккупации – лучшие формы оккупации. Не прекратить убийства, а благодаря революции и ксенофобии, благодаря возрождению фашизма у нас тут такая интенсификация смысла образования, такая богатая травма языковой несостоятельности, которую мы сможем хорошо продавать, от лист до того, как наступит великая, прекрасная и единственная моя ядерная весна. Как стремительно подавленная речь, так стремительно подавленная тень, как стремительно подавленное всё, так стремительно подавленное завтра, как стремительно подавленная ткань, так стремительно подавленный текст, как стремительно подавленный ты, так стремительно подавленная страх, Как стремительно подавленная дверь, так стремительно подавленный стон. Как стремительно подавленное нет, так стремительно подавленная плоть. Как стремительно подавленная вскользь, так стремительно подавленная внутрь. Как стремительно подавленная вдоль, так стремительно подавленная над. Как стремительно подавленное дно, так стремительно подавленные сны, как стремительно подавленная ночь, так стремительно подавлена вода, так стремительно подавлено лицо, так стремительно подавлена рука, так стремительно подавлено, как все, так стремительно подавлено, как прозрачные, но видимые из нескольких четыре вторых, это не тот мир, случайные места и медленно раздвигаемые границы. Что можно сказать о бесплодном исчезновении? Мы будем одиноко скучать о бьющиеся моменты, пока их смутный различитель без счета пустует, как стремительно подавленное агрегатное состояние всех веществ и стремительно подавленное независимое население всех вещей, как стремительно подавленное безупречное течение временных и стремительно подавленные упаковки для лакун. Надзиратель строит небольшой песочный дом для никого, укрываясь от света и электрического и обыкновенного. Из одного в другое косясь проходит, куда звук напомнит дождливый стук, и линейный снег — это не тот мир, разделён на сломанный февраль, где из времени неудобно вмерзнувшего в отрешённые не места, линчевание всех завтра, разработка всего стоп. На фрагмент делится не одно из. У них нет числа, и у дня нет числительного. Возникает. Календарь работает. Кажется. Ломились в жизнь, в плоскости и в деревья. Обрамлённые фотографии и числа. Окончание. Не место для числа. Для изображения. Для всего, что будет потом. И для критического восприятия. Для любой рецепции. И для боли. Для не места и для каждого из. Не забыть память, а из реального. Ни фрагментом. Ни фотографией. Не образованная окружность в наклонной тучье. Когда голос вопроса в зияющем, как пустота, неразборчивый. В течение цветка ручья, экрана разрыва, слезы лаконы. Манера гнезда. Делищих хлеб с тоталитарными режимами. Производство коллективных практик. Взаимное отчуждение логик. Все пространства, которые никогда не увидят друг друга. И не увидят себя в зеркалах случая. Но сумеют себя найти в зеркалах травмы. Продадут отражение. Потом ёбнет революционная инфляция. И новый мир, конечно, будет лучше, чем выходящий. Города внутренние потому, что снаружи отзвуки герметичных иллюзий отражены взрывами на картах. Долго искомый всеми хорошо упакованный, этически прояснённый повседневности. И ничего не слышно. Заедая ключевые ситуации удачно выбранного места, выпьешь воды и сон, как будто снят с ладони. И всё, как будто на подматериальном теле. Подоёмы действительно взыспят случайно, мечтая о смерти. Как ловкости, так и веселья. Как лето, так и сентябрьской катастрофы, ещё не происшедшей. Как цветка, так и оружия, и спящих. Перед очередным приказом надеть друг на друга коллективную норму скорби. Уничтожить случайно избранное место города, точку в пространстве, проткнутую наугад. Или лакуну внутри дисциплины. Или требование определить, что такое значение. Или диктаторское ткачество этикета, которое позволяет успешно избегать реальности, перехватывая империю. Или хрупкость несуществующей структуры с одинаково двойственными и цельными формами прозрачности и густого непроясняемого тумана летающего смещения. Или после последнего удовольствия оболочки, которое молча сферическим правилом листает сумму вещей, пока сумма вещей опять распадается на отдельные предметы, как реальность. Я тоже хочу хуй войне. Я тоже хочу ничего нет. Я тоже хочу Ctrl Plus Z. У дна, на дне живет водоемная лестница. Она ведет вниз. Мы строили ее всегда. Мы вместе. Нас много. Кто не с нами? В основном все хорошо. Деревья, падающие снаружи мира, им много лет. Они выкорчевывают себя из космоса от старости. Другие причины давно исчезли в прозрачности сна, которые никто не смотрел. А здесь цитата. В складках смерти не нужно. В складках отчуждений не нужно. В складках идей не сгорай. Не нужно. Нужно только в складках... Но ее нам не удалось заметить. У сна во сне. Мы дружно скажем хуй войне. Все вместе скажем хуй войне. Наш крик услышит дирижер. Мы все здесь вроде дирижер. Везде сомнительная смерть. Везде невидимые сны. Как будто плоскость под водой. А не объем. И идти некуда дальше. Все роли выполнены лучше, чем можно было предположить. Довольные зрительницы становятся местом. Как такое могло случиться? Сначала голос становится отчужденным набором манифестаций. Потом танцем становится тело. Потом лицо становится улыбкой. Все вместе светом. И ничего не нужно. Здесь цитата. Значит ли этим, что надстройка теплее детали. А крепость яснее, чем смутное воспоминание. И что остается для документально фальсифицированного происхождения вещей. Мы сворачиваем поля. Скатерти тоже. Проведение формы в соответствии речи. Я длясь. Пологии системы. Мягкие борьбы. Легкие твоего тела. Ну и не твоего тоже. Над обьёбанной федерацией летают тугие поезда. Детские мечты разбиваются в воздухе под обстрелом самосохранения смертельных опасностей и вертикальных систем. На дворе стоит старуха и держит в руках что-то, но никто не может разобрать, что это. Может быть это стоп-кран, может быть это коридорная тряпка. Скуски спектаклей на улицах и площадях, отражённые в реальности, пробуют на вкус музыку последней мировой войны. Настоящая кульминация национального звукового поворота, лучший материал для саунд-стадис, которые смогли восстать из 70-х благодаря неопытности непрофессиональных кураторов. Где-то в другом мире, где всё получилось обустроить нормально, без централизованного управления, без претенциозных ролей и без смерти этого советского учителя, Внимательные астронавты нашли главные источники бесполезных ископаемых, нецелевых расходов и свободного поведения, выходящего из берегов нашей родной великой единой теории речевых действий. Под объёбанной федерацией, в лучших подземных апартаментах, жуки и другие доблестные насекомые наращивают, несмотря на бдительность охранников, численность своей армии, чтобы одним солнечным майским вечером, под аккомпанемент розового заката и благоухающей тишины, поужинать с самыми знаменитыми жителями имперского подземелья, Взлететь высоко вверх, встретить тысячу ракет и волшебным усилием невесомой воли, преобразить их в необразримое поле, усеянное цветами цвета солнца и неба, освещенное скорбным молчанием и радикальным системным переворотом.